Я бы хотел поступить на, может быть, на пехоту, либо на летчика. Пусть в специализации пока и не определился, зато точно для себя выбрал профессию в погонах учащийся в Пинской гимназии номер 2 Илья Зинович. Сегодня для него, как и для его одноклассников, один из важных дней в жизни. В присутствии действующих офицеров пограничной службы они дали торжественное обязательство быть достойной сменой нынешних офицеров. С честью нести гордое звание вице-курсанта. Однако для Ильи этот ритуал знаковый по-особенному. Ему было доверено стать командиром класса и получить первые вице-сержантские погоны. Но этому предшествовало большое количество испытаний. Для того, чтобы поступить в военный класс, надо было иметь средний балл 8, пройти медицинские обследования и иметь очень большое желание. Без образованных людей у страны нет будущего, гласит девиз второй гимназии. А потому здесь в подготовке учащихся к взрослой самостоятельной жизни особый подход. Существование профильных классов на базе учреждений образования позволит этим юношам и девушкам не только определиться с будущей профессией, но и станет своеобразной школой на пути к своей жизненной цели. Сегодня они торжественно, первый раз, между прочим, от города Пинске торжественное обязательство вице-курсанты давали в таком героическом месте, в Брестской крепости. Для них это новое. И я, конечно, желаю им удачи, всего самого наилучшего, чтобы их с ней все, как говорится, еще юношеские, детские мечты сбывались. Ну и, как говорится, в добрый путь. Теперь у этих юношей и девушек начинается новая жизнь со своими хлопотами и заботами, приятными и полезными. Ведь уже в ближайшем будущем они станут профессиональными и ежедневными. Возможно, совсем скоро они пополнят новые ряды, только уже курсантов военной академии Республики Беларусь. Поздравляю вас с принятием торжественного обязательства. Дорогие ребята, то, насколько серьезно вы подошли к подготовке к сегодняшнему мероприятию, говорит об осознанности сделанного вами выбора. Думаю, что, как бы ни сложилась ваша судьба после завершения обучения в гимназии, годы проведения в военно-патриотическом классе будут хорошей школой формирования настоящего гражданина и патриота Беларуси.